С вами снова канал VideoNews и мы продолжаем публикацию серии видео об интересном вокруг нас. Наш сегодняшний рассказ мы посвятим пока что чисто гипотетическим объектам во Вселенной, существование которых, вероятно, будет доказано уже в ближайшее время. Речь в этом видео пойдет о кварковых звездах, по-английски Quark Star. Возможно, многие из наших подписчиков и пользователей усомнятся в надобности подобных роликов ввиду того, что кроме теорий, гипотез и предположений, мы сегодня ничем другим, собственно говоря, и не располагаем. Однако, скажем так, когда-то точно такими же гипотетическими, а иногда и просто фантастически нереальными объектами считали и нейтронные звезды, до тех пор, пока их существование все же не было доказано. И как мы видим на данный момент, ученые уже располагают информацией относительно более двух с половиной тысяч таких объектов. Вполне возможно, подобная статистика станет доступна человечеству уже через какое-то десятилетие, а может быть и ранее, и относительно кварковых звезд. Впервые теория о существовании кварковой звезды как продукта эволюции обычной звезды была предложена в 1965 году украинским физиком Дмитрием Дмитриевичем Иваненко. С тех пор данная концепция неоднократно пересматривалась и дополнялась в соответствии с поступающими новыми знаниями в области квантовой физики. Согласно современной и более свежей теории относительно этих предполагаемых объектов, при чрезвычайно высоких температурах и давлении на ядерные частицы будет образовываться непрерывное состояние вещества, которое будет состоять главным образом из свободных кварков, структурно смоделированных в соответствии с так называемым пространственным коллектором Калабияо. Предположительно, в образовавшемся таким образом кварковом газе, из которого может состоять кварковая звезда, будут превалировать S-кварки, относящиеся к категории странных, а поэтому и сами кварковые звезды иногда называют еще и странными звездами и странными объектами. На данный момент достаточно точно известно, что массивные звезды взрываются сверхновыми, образуя при экстремальных температурах и давлениях нейтронные звезды. Простыми словами, нейтроны обычно находятся в пространстве отдельно друг от друга потому, что этому способствует давление вырождения. В экстремальных условиях, таких как это бывает в нейтронной звезде, разделенные давлением нуклоны перегружаются гравитацией и разделение между ними ломается, заставляя их упаковываться чрезвычайно плотно и образуя чрезвычайно жаркое и плотное состояние, известное нам как нейтронная материя, где существование нейтронов поддерживается только лишь сильным взаимодействием. Поскольку эти нейтроны состоят из кварков, то в еще более экстремальных условиях давление вырождения нарушает структуру кварков в пределах нейтронов, создавая ультраплотную фазу из вырожденного вещества на основе плотно упакованных кварков. Подчеркнем, это всего лишь научные предположения и теория, поскольку на данный момент ученые не могут создать лабораторные условия, необходимые для исследования свойств кварковой материи. Поэтому неизвестно, действительно ли это может происходить на самом деле или нет. Если кварковая материя все же может образовываться, то наиболее вероятным местом ее нахождения будут ядра массивных нейтронных звезд, где вероятно ощутимо превышается внутреннее давление, необходимое для вырождения кварков. То есть давление, при котором нейтроны, состоящие из связанных кварков, будут разбиваться на форму плотной кварковой материи. Такая же кварковая материя также может образовываться, если массивная звезда в конце своего эволюционного пути взрывается сверхновой или гиперновой, при условии, что эта звезда будет достаточно большой по массе, чтобы пойти в разрезе создания необходимого давления далее пределов нейтронной звезды, но не настолько большой, чтобы не обрушиться еще далее, то есть черную дыру. Однако поскольку ученые пока не могут исследовать большинство свойств вещества кварков, а поэтому и предположить точные условия и характер кварковых звезд, то их существование на данный момент продолжает оставаться исключительно гипотетическим и недоказанным. Вопросы о том, существуют ли во Вселенной вообще подобные звезды, а также предположения относительно их точного строения и поведения, сейчас активно изучаются в астрофизике и квантовой физике. Если кварковые звезды и существуют во Вселенной, то вероятно они очень сильно напоминают нейтронные звезды, однако по своим размерам будут намного компактнее их. Скорее всего они рождаются в результате смерти звезды средней массивности, которая взрывается сверхновой. Они должны быть чрезвычайно плотными, с очень мощным гравитационным полем. Что касается температурных характеристик, мощности магнитного поля, скорости вращения и спектра излучения, то тут вряд ли будут существенные различия между кварковой и нейтронной звездой, так как поверхностный слой кварковой звезды будет вероятно состоять из нейтронной материи, покрывающей кварковую. Также отметим и то, что на данный момент не существует четких теорий и моделей относительно эволюции кварковых звезд, а также того, сможет ли со временем кварковая материя при ослабевании давления превратиться в нейтронную, тем самым может ли кварковая звезда перейти в состояние нейтронной. Также остается непонятным и то, насколько стабильным являются подобные объекты на фоне вероятности их обрушения в черную дыру и какие факторы этому могут способствовать. В любом случае, вопросов остается намного больше, чем ответов на них. В настоящее время на примете у астрономов уже есть несколько объектов, которые претендуют на статус кварковой звезды. Так, нейтронная звезда RXG1856 это ближайший к нам подобный объект, расположенный в направлении созвездия Южная Корона. Первоначально считали, что расстояние до нее составляет от 150 до 200 световых лет. Однако исследования при помощи Космической обсерватории Чандра, проведенные в 2002 году, показали, что нас разделяет никак не меньше, нежели 400 световых лет. По данным, полученным от Чандры и Космического телескопа Хаббл, было установлено, что объект излучает как твердое тело с температурой 700 тысяч кельвинов, имеет диаметр всего лишь от 4 до 8 километров. А это уже было слишком мало для того, чтобы вписаться в стандартную модель нейтронной звезды. Вполне резонно тогда предположили, что RX-G1856 может представлять собой кварковую звезду. Однако дальнейшие исследования внесли разочарование в ряды теоретиков и сторонников существования кварковых звезд. Оказалось, что температура на поверхности объекта намного ниже предполагаемой ранее и составляет не более 434 тысяч кельвинов. При этом его радиус превысил даже показатель 14 километров, что дало основание исключить RX-G1856 из числа претендентов на статус кварковой звезды. Объект XTA-G1739285 расположен в направлении созвездия Змееносцев в 39 тысячах световых лет от Земли. Его обнаружили 19 октября 1999 года при помощи орбитальной рентгеновской обсерватории НАСА РОСИ. При массе примерно в полторы массы Солнца радиус объекта оценивают от 1 до 10 километров. Как видим, нижний предел этого параметра очень хорошо уписывается в модель кварковой звезды, возводя данный объект в ранг самых вероятных на данный момент претендентов на статус таковых. Объект 3C58 расположен в направлении созвездия Кассиопеи на удалении от Земли примерно в 11 тысяч световых лет и, возможно, связан со сверхновой SN1181. Радиус этого объекта оценивают в пределе от 2 до 12 километров. Как и в предыдущем случае, нижний предел значения радиуса может соответствовать кварковой звезде. Хотя в то же время быстрое остывание 3C58 вполне отвечает признакам обычной нейтронной звезды, теряющей температуру из-за излучения мощного потока нейтрина. Как бы там ни было, но данный объект все же продолжает рассматриваться как возможная кварковая звезда. Пульсар PSR-B0943-10, удаленный в направлении созвездия Льва примерно на 2 тысячи световых лет от Земли, первоначально считали древней с возрастом около 5 миллионов лет маломассивной нейтронной звездой. К числу возможных кварковых звезд ее отнесли главным образом благодаря небольшому значению ее радиуса, который лежит в пределе от 0,4 до 1,5 километров. В то же время, если ее масса в 0,02 от массы Солнца определена правильно, то именно такой радиус, как для пульсара, не выглядит слишком аномальным. Далее в списке кандидатов на кварковую звезду стоят объекты, которые, вероятно, образовались в результате взрывов сверхновых или гиперновых. Отметим, что в научном мире по этому поводу появился даже новый термин «кваркновая», который специально ввели для характеристики мощных взрывов обычных звезд, в результате которых могут образовываться кварковые звезды. Это сверхновые или кваркновые, обозначенные и классифицированные как SN2005IP, SN2005GG, SN2006GY и SN2015L. Отметим, что они взрывались за пределами нашей галактики Млечный Путь и отличались исключительной мощностью и яркостью, а взорвавшиеся звезды, вероятно, принадлежали классу Вольфа Райе или ярких голубых переменных типа С золотой рыбы. С объективной точки зрения вероятность появления в результате этих взрывов кварковых звезд ровно такая же, как и черных дыр или звезд нейтронных. А поэтому данную информацию мы более приводим для вас для ведома, нежели для размышления. Кстати, существует модель, относительно которой небезызвестная эта киля также может взорваться яркой и мощной кваркновой, оставив после себя кварковую звезду. Опять же таки, это только гипотеза. На этом канал Видеоньюз благодарит вас всех за внимание и надеется, что все изложенное в этом ролике было для вас полезным и интересным. Смотрите нас в Ютубе, ставьте лайки, высказывайте свое мнение и пожелания в комментариях, а также подписывайтесь на наш канал и следите за его обновлениями.